Здравствуйте, друзья, я Андрей Соловьев. Сегодня у нас на тесте очередной планшет от компании Samsung, который призван закрыть и так уже достаточно плотную грядку всевозможных планшетов от этой компании, начинающихся от самых маленьких, заканчиваясь самым большим разрешением экрана. Так вот, сейчас перед нами Samsung Galaxy Tab 7 Plus. Это устройство появилось, придя на смену, вышедшему уже более года назад первому Galaxy Tab, тому самому с диагональю 7 дюймов, который фактически был первым Android-планшетом. Реальная альтернатива iPad, тогда еще когда 10-дюймовых планшетов на Android просто не было и в помине. Так вот, то, что сейчас лежит перед нами в этой самой коробочке, является как раз-таки прямым наследником вот того самого первого Galaxy Tab. И, по сути, устройство несколько странное своим позиционированием, потому что оно попадает действительно в очень плотную грядку планшетов от Samsung, каждый шаг из которых идет с маленькой-маленькой ступенечкой увеличения этой самой диагонали экрана. Ну, о чем, собственно, я говорю? Если брать самый маленький Galaxy Note, который, в общем-то, тоже наполовину является планшетом, он имеет диагональ 5,3 дюйма, следующим получается Samsung Galaxy Tab 7.0, потом мы все знаем, что есть Galaxy Tab 7.7, потом идет 8.9, ну и, естественно, 10.1. В принципе, все достаточно логично, хотя такого длинного ряда, например, нет вообще ни у одного производителя, это просто какой-то нонсенс. Особенно Galaxy Tab 7 выглядит странно на фоне того же самого Galaxy Tab 7.7. Разница в 7 десятых дюйма диагонали это примерно сантиметра полтора. Зачем делать два планшета с такими близкими характеристиками? Сначала мне было непонятно, но сейчас у меня есть для вас простой и элементарный ответ. Все просто. Экран, который установлен в Samsung Galaxy Tab 7, фактически полностью переехал из первого Galaxy Tab 7500. Со всеми плюсами или минусами, хороший он или плохой, нравится он вам или не нравится, но этот экран, это самый обыкновенный TFT-дисплей, которому уже достаточно много времени используется теперь и здесь. Отличие, принципиальное отличие от первого поколения, это, конечно же, корпус, который стал легче, тоньше, меньше, ля-ля-ля, и, естественно, это начинка современная, производительная и быстрая начинка планшета. По большому счету, использование не самого передового дисплея позволило бы компании Samsung продавать его не очень дорого, но как-то сейчас, пока мы это не замечаем. Так, в частности, у меня в руках версия, имеющая 16 гигабайт встроенной памяти и модуль, соответственно, для карточек microSD. Так вот, здесь есть еще и модуль 3G. Вот эта штука продается по цене 19 900. Мне кажется, что для 7-дюймового планшета, пусть даже с модулем 3G, это все-таки несколько великоватая стоимость. Мне кажется, что красный ценник был бы на эту штуку где-то в районе, наверное, 1015-16. Сейчас те самые 15-16 тысяч стоят версии без модуля 3G, и вот этот самый как раз шаг, вот эти 3-4 тысячи, было бы неплохо сдвинуть как раз-таки вниз, и тогда этот планшет бы совершенно четко вписался в свою рыночную нишу и в свое понимание, для чего и для кого он нужен. Ну, давайте уже перейдем непосредственно к устройству, и посмотрим, что оно из себя представляет, коли уж оно попало к нам в руки, и выскажем какое-то мнение по поводу того, какую производительность и каким потребительскими характеристиками оно обладает. Прежде чем мы начнем, я думаю, что есть смысл снять пленку с экрана, дабы этот экран предстал перед нами во всей красе. Итак, чем примечателен Galaxy Tab 7? Первое, на что обращается внимание, то, когда ты берешь его в руки, то, что соотношение сторон 16 к 10, и, собственно, сам по себе экранчик, действительно очень напоминает первое поколение, абсолютно так легко и правильно ложится в руку. Он имеет такое же разрешение, как и у предыдущего аппарата, это 1024 на 600 точек, и, собственно, те же самые углы обзора и ту же самую цветопередачу. Что еще приятное, и что точно стоит отметить, все-таки товарищи из компании Samsung, видимо, прислушались к моим мольбам по поводу того, что не надо удалять слот microSD из своих девайсов, и Samsung Galaxy Tab 7 Plus оснащен таки слотом microSD, вот он под крышечкой, и сюда можно втыкать карточки microSD емкостью до 32 гигабайтов. Также очень приятным моментом, который тоже стоит отдельно отметить, то, что сим-карта, которая используется для Galaxy Tab 7, имеет стандартный большой формат самой обыкновенной сим-карты, которую мы используем в большинстве телефонов. И вот эти заигрывания с microSIM, я надеюсь, уже закончились, и у Samsung хватило ума использовать все-таки здесь большую карточку, и, оказывается, ее все-таки можно встроить в планшет, даже и весьма-весьма тоненький, чтобы там не говорили нам маркетологи других компаний, использующих microSIM. Видимо, все-таки по большей части это лобби производителей этих самых microSIM-карточек. Дальше, что можно сказать про устройство, про его коммуникационные возможности? Ну, естественно, он оснащается двумя камерами, куда уж без них, фронтальная с разрешением 1 Мп и задняя с разрешением 3 Мп и светодиодной вспышкой. Такое невысокое разрешение этой камеры, пусть вас не пугает, она все-таки не заточена под фотографирование, она заточена скорее под съемку видео. Так вот, это самое видео она умеет снимать в разрешении 1080, то есть Full HD. И, соответственно, аппарат умеет воспроизводить Full HD видео, то есть мощности этого устройства вполне достаточны для вот такой вот комфортной работы, даже с достаточно тяжелым видеоматериалом. Далее, если пройтись по всем торцам, то, собственно, картину, которую мы здесь видим, можно описать следующим образом. Левый торец, помимо кнопки включения качеля громкости, не содержит ничего. На нижнем торце находятся два динамика. Тоже довольно странное решение, почему их два и почему они так близко. Ну, в общем, видимо, для какого-то стереоэффекта, но тогда почему их не разнести, например, сюда и сюда, а размещать оба на нижнем торце странно, непонятно. Дальше стандартный самсунговский широкий многопиновый разъем, который предназначен и для синхронизации, и для передачи данных. Вот так вот он выглядит. Я уже многократно рассказывал, на что он сильно похож, но с тех пор он не изменился. Благо, ко всем планшетам производства Samsung он, естественно, подходит. И если у вас есть кабель от другого планшета, того же самого производителя, или даже от предыдущего устройства, то здесь все будет, естественно, работать. Рядом с этим разъемом находится маленькая дырочка для микрофона, и точно такой же микрофон находится рядом с разъемом для подключения наушников на верхнем торце. То есть, в принципе, за счет вот этого самого разговорного динамика и за счет того, что микрофон находится снизу, в принципе, мы можем использовать вот эту штуку в качестве, я бы так сказал, смартфона для того, чтобы по нему и позвонить, и поговорить. Но если Galaxy Note все-таки смотрелся просто смешно, то вот эта штука уже смотрится ну просто нелепо. Ну, естественно, такой задачи у него и не стоит. Хотя такие все микро намеки, даже расположение надписи Samsung не на горизонтальной, например, линии, а именно по вертикали. То есть, так как вот мы держим именно смартфон, все-таки намекает на то, что ребята очень хотели позиционировать его ближе к смартфону. Но мне кажется, что с 7 дюймами это уже совершенно нелепо. Если же рассматривать это устройство исключительно как планшет с возможностью выхода в интернет с помощью 3G, то все встает вообще на свои места. Тонкий, легкий аппарат с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Galaxy Tab 7, ну, в принципе, вписывается, по большому счету, для тех задач, когда, например, большого полноразмерного 9-ти или 10-ти дюймового устройства вам просто некуда положить в силу разных причин. Потому что вот такой формат, вот такая штука, она, в общем-то, влезает даже в карман. Что касается начинки, то она в целом схожа тому, что установлено внутри смартфона Samsung Galaxy S2. Там тот же самый процессор X-Sinus, работающий на точно такой же частоте 1,2 ГГц, имеющий два ядра, с таким же графическим чипом Mali-400. А это значит, что, в общем-то, сейчас утомлять вас какими-либо тестами в принципе нет никакой необходимости. Вы можете прекрасным образом это посмотреть на тестах того же самого Galaxy 2. И, по большому счету, это получается такой 7-дюймовый Galaxy. Во всем остальном здесь, в общем-то, нет никаких отличий. Ну, разве что технологии экрана несколько все-таки разнятся. Ну, пожалуй, разве что можно отметить, что работает он, естественно, на планшетной версии Android. В данный момент это 3.2. Но Samsung уже объявил, что все аппараты обновятся до Ice Cream Sandwich 4.0. И Bluetooth, который установлен здесь, он тоже более свеженький, более новый. Здесь, естественно, уже стоит Bluetooth 3.0. И это, как бы, тоже достаточно интересно. Для кого, собственно, придуман и выпущен, получается, Samsung Galaxy Tab 7.0+. Сам Samsung не скрывает, что эта модель выпущена фактически на замену первого Galaxy Tab. Но если тогда это была единичная модель и не было ничего ни до, ни после, то сейчас это такая еще одна луковица, которая засунута в эту грядку цветущую планшетов Samsung. По большому счету, вот эта компания является сейчас, по сути, чемпионом по модельному ряду, потому что больше ни у кого нет такого плотного бомбометания в сторону пользователя. И в связи с этим, выберите ли вы 7 дюймов или 7.7 дюймов, тоже не совсем понятно. Там вроде бы экранчик получше, зато этот вроде бы должен и стоить подешевле. То есть, по большому счету, человек, выбирающий это устройство, должен сначала определиться то, что он хочет от него получить. Если вы найдете компромисс между размерами дисплея, между разрешением, в конце концов, между стоимостью и необходимым набором функций, то есть вероятность, что вы будете жить долго и счастливо, и обретете некую гармонию с этим планшетом. А для всех остальных случаев, просто покупая его как в подарок, есть вероятность того, что вы что-то не угадаете для того, для кого вы хотите его подарить. Потому что слишком уж большая линейка и слишком много возможностей. Вот, собственно, все, что я вам хотел сказать сегодня по поводу Galaxy Tab 7+. В данном случае спасибо компании Цифры, которая, опять же, дала мне с ним поиграть. Спасибо вам, что смотрите MobileMHO. Смотрите нас дальше, будет интересно. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!